Добрый день! Сегодня расскажу вам о книге историков Владимира Великанова и Максима Нечтайлова «Азиатский дракон перед Чигирином». Вышла она в издательстве «Ратное дело». Вот такой 250-страничный дом в мягком переплете. Да, переплет такой склеенный, не твердый. Мягким его совсем назвать нельзя, но, конечно, да, это не твердый переплет, это такой журнальный формат. Но, тем не менее, книга очень интересная, это специфика этого издательства. Вот они книги, хорошие книги по военной истории издают именно в таком формате. Такая специфика издательства. Значит, о чем эта книга конкретно? «Азиатский дракон перед Чигирином» – это Чигиринская компания 677 года, одна из засадок крепости Чигирин, главной крепости Правобережной Украины, за которую в эти годы шла война, шла борьба между Россией, в основном Россия, Османской империи, ну и Речи Посполитой там тоже некоторые отношения ко всем этим сражениям, конечно, имела, частично. Основная компания уже 1677 года, конечно, развернулась между Россией и Османской империей. Значит, как построена книга? Книга построена по принципу издательства «Оспрей». Значит, они очень много издают книг по военной истории, и вот «Радное дело» в части построения книг для авторов, оно в какой-то мере копирует это издательство. То есть что делается? Сначала постановка проблемы, то есть общий рассказ об общей обстановке, которая привела к конкретному сражению, о сражении или компании, о которой рассказывают книги, из-за чего вообще все это возникло, из-за чего, собственно, драться начали. Дальше идут составы армии главнокомандующие, например, изображение командира 1-го московского выборного полка, идея Алексея Шепелева, одного из первых русских генералов. Вот эта вот картинка, она очень часто в цветном формате, можно найти даже в этих ваших интернетах, там их много показывается. Значит, составы армии, причем тут, чем хорошо, к этому времени разрядные книги сохранились, значит, и тут чуть ли не численный состав каждого полка, но не по фамилии, но, по крайней мере, офицеры приводятся. Значит, составы армии, командующие, кто они такие, что из себя представляют. И дальше, собственно, ход компании, что, как сражались, как это происходило, с большим количеством иллюстраций. Чем хороши эти книги, в них очень много иллюстраций. Это и просто фотографии, и таблицы, и изображения, то есть информация масса. Информация масса, как текст, очень интересно, потому что и великанов, и нечитаев, это хорошие историки, занимающиеся именно военной историей, которые очень хорошо разбираются в вопросах. Нечитаев, правда, больше специалист по средневековой истории, но недавно, кстати, у него вышла отличная книга по османской армии, тоже в ратном деле. У меня ее пока, к сожалению, нет, она стоит каких-то совершенно сумасшедших денег, но, может быть, появится. Так, значит, подробный рассказ о компании, о том, что, как происходило и то, что, чем закончилось. В принципе, конечно, по Чигиринским компаниям, по первой русско-турецкой войне, к ней вышло очень много и книг, и монографий, и диссертации. Вот тут, например, ну, опять же, их выходит очень много. Вот, например, здесь открыл для себя ссылку на диссертацию Ефаровой, которая очень подробно разбирает именно эти компании в военном плане. Даже еще подробнее, чем в этой книге, тем более, что в этой книге разобрана только одна из осад, которые имели место быть. Нестательно рекомендую. Ну, и сейчас глянем немного подробнее, как эта книга выглядит внутри, поближе. Посмотрим поближе. Посмотрим, что внутри у нас, азиатского дракона перед Чигирином, как она выглядит изнутри. Ну, книжка, как я уже говорил, в мягком переплюте, поэтому отлистать ее на полный разворот не буду. Ну, как видите, иллюстрации тоже достаточно много, кроме текста. То есть здесь можно и графическую информацию почерпнуть, портрет посмотреть. Вот это у нас Ян Собеский, как вы можете заметить. Вооружение, внешний вид, да, вот, пожалуйста, комплект доспехов Пикинера. Вот 14 московских стрелецких приказов, каратки на изображение. Это различные московские полки и их флаги. Оружие, карты, разумеется, как же нам о сражениях и без карт. Вот такие вот, пожалуйста, Османской армии в походе. Это в рассказе о турецкой армии. Есть такие картины. Очень хорошо иллюстрированы, очень хорошо издана книга, но жаль, что переплет вот такой. Но это особенность вот Ратного дела. Особенность издательства, особенность серии Ратное дело, она выходит вот именно в таком переплете, к сожалению. Так что с книгой надо, конечно, обращаться аккуратно. Ратного дела. Ратного дела. Ратного дела. Продолжение следует...